здравствуйте уважаемые дамы и господа начинаем сегодняшний вебинар посвященный здоровью шутка посвященной эзотерике сегодня пятница ну что елена я сегодня разместил объявление в своей группе facebook дуэко кайлас ртс здравствуйте задайте свой вопрос по эзотерике и я на него вам отвечу в сегодняшнем вечернем вебинаре по эзотерике получил я 189 вопросов сегодня постараюсь максимально на них ответить свои вопросы и елена уланова андрей андреевич здравствуйте мы тут с подругой рассуждали я обещала что спрошу скажите пожалуйста вот раньше на земле жила мало людей то есть их душ вот они умерли и снова родились откуда столько много сейчас может бог продолжать их создавать нет по моему мнению все души уже созданы были в момент появления земли а вот появляются они поочередно большее количество чем может быть не может появиться одновременно и души перерождаются и это будет происходить долго в тот момент когда люди в тот момент когда люди достигнут очень высокого количества жизней на планете земля и количество людей как бы подойдет к демографическому кризису то есть количество людей будет рождаться как утверждают некие ученые достигнет нормы более чем можно этих людей прокормить начнется дима дима графический кризис такого события никогда не произойдет потому что я считаю что люди просто перестанут рождаться так как это уже наблюдается в данный период времени когда популяция людей увеличивается и достигает какой-то определенной высокой частоты на один километр или там какое-то большее количество мест места или территории то исчезает возможность у мужчин и женщин рожать детей так как по непонятным причинам очень часто у них дети не появляются это в данный момент происходит на земле мы это видим я думаю что с увеличением популяции мужчин и женщин количество детей которые могут рождаться будет уменьшаться тем самым видимо стоит какая-то программа определенная которая мешает нормальному рождению такого еще не было в ссср такого не было еще 70 80 лет назад и такое появляется сейчас все чаще и чаще и за этим можно наблюдать количество людей которые сейчас раньше не было проблем для того чтобы рожать детей сейчас такие проблемы очень распространены и мы где бы мы не жили со временем начинаем замечать что количество детей или количество людей которые хотят иметь детей уменьшается то есть все больше семей обращается к эко все больше людей сталкиваются с тем что даже после длительной совместной жизни дети не появляются это в данный момент проявляется все чаще и чаще елена уланова интересно может андрей андреевич также расскажет что-нибудь вот рассказал надежда корбут андрей андреевич спасибо вам за вдохновение мудрость и знания делаю практики санга я приобрела два семинара по своему вопросу вижу внутренне очень изменилась а вопрос мой такой жизненный не решается знаю что нельзя но впадаю в отчаяние посоветуйте мне что еще можно предпринять обычно человек впадает в отчаяние только в том случае если у него нет мотивации или мета цели или мега задачи для того чтобы вы никогда не впадали в отчаяние найдите для чего вам жить найдите в себе желание что-то делать для детей для страны для я не знаю для кого-нибудь выберите или для чего-нибудь чтобы этом создать себя или прославиться или создать какую-то там события или я не знаю в общем найдите для себя какую-то мета вот такую глобальную задачу пусть она вас вдохновляет вот когда вас начнет вдохновлять что-то это отчаяние исчезнет так когда у человека появляется мета задача и он мечтает об этой мета задачи она его вдохновляет это мета задача такая мета цель или мета задача ради нее можно жить и когда впадает человек в отчаяние он может себе сказать я живу только для своих детей или я живу для того чтобы изменить людей в мире этом или я живу еще для чего-то вот каждого человека должна вдохновить его персональная мета задача именно поэтому очень часто религиозные направления они могут помочь человеку чем очень много людей со временем впадают в отчаяние потому что в начале они живут для детей а созрев или став взрослыми людьми они теряют такую надежду жить для детей а научиться жить для себя такой мотивации в них не заложено вообще хочу вам открыть секрет самая главная задача человека которая есть у него на земле заключается в том чтобы он прожил свою жизнь от самого начала и до самого конца пройдя все этапы эволюционного развития который называется жизнь вся наша жизнь это пункт между рождением и смерти и нам его необходимо достойно прожить а достойно это значит выбрать для себя на какой стороне мы находимся на стороне все-таки добра или на стороне зла если на стороне добра то мы больше радуемся чем страдаем если на стороне зла мы больше критикуем обвиняем ненавидим всех окружающих людей есть еще одна сторона это люди которые совершенно не живут своей жизнью то есть они не могут расслабиться они не могут как бы принять себя и всю свою жизнь они начинают жить повторяя то как живут другие люди то есть все люди едут загорать там за границу они хотят ехать все люди поступают так они хотят поступать это очень часто я наблюдаю в момент разговора с людьми если человек не живет своей жизнью тогда зачем ему его жизнь нужна если человек не живет своей жизнью не принимает сам свои решения не желает делать так как его сердцу приятно не так как хочет кто-то то в этот момент наверно высшие силы и забирают жизнь человека почему зачем продолжать жизнь человеку если он не живет своей жизнью если он живет повторяя идеи других людей повторяя желания других людей следуя желаниям других людей создавая условия жизни для других людей там кто-то написал мне сегодня в youtube андрей андреевич скажите вот мы пенсионеры как мы должны выживать на планете земля и так далее вы знаете данный вопрос он ко мне не относится мне чрезвычайно неприятно это говорить самая маленькая пенсия на территории украины на сегодняшний день это 2118 гривен если взять и поделить 2118 гривен на каждый день то получится приблизительно 70 гривен в день если поделить 70 гривен на сегодняшний курс доллара получится приблизительно 2 доллара 40 центов на протяжении одного дня то есть то правительство которое живет в этих странах она должно взять калькулятор и посчитать она должно взять калькулятор и посчитать как живут люди которым они говорят о том что у нас уже становится лучше то есть если люди считают что то правительство которое есть и управляет миром и дает людям 2 доллара 40 центов на то чтобы человек прожил на протяжении дня я считаю такое правительство абсолютно все недееспособным если это было до этого то я считаю что все правительство и вся власть которая существовала до этого момента и существует сейчас это правительство которое решает исключительно сугубо свои индивидуальные какие-то вопросы при этом дать человеку 2 доллара 40 центов чтобы он выживал на протяжении дня я считаю государственным преступлением и считаю это самым обычным где-то геноцидом обычного престарелого или после пенсионного населения чего делать нельзя особенно это касается тех людей у которых нет детей тех людей которые работали как бюджетники то есть получали зарплату были библиотекарями были работниками паспортного стола были работниками и помогали своей стране помогали людям обычным эти люди могут сейчас жить и жить на 70 гривен в день на два с половиной доллара в сутки я считаю что это показатель нищеты так как есть еще квартплаты есть еще стоимость формации и так далее но к сожалению если бы я что-то мог сделать я бы обязательно это делал но я к сожалению не имею такой власти все такие вопросы их необходимо задавать правительству писать письма объединяться партии там что-то делать ко мне не к сожалению не относятся извините что в эзотерику я приплел еще и вот такую тему ирина шокола андрей андреевич можно ли практиковать ступени в данный период до часто задается вопрос мне и там есть в youtube есть видео где я выступаю читая мантры мантру чаги мо и мантру для денег закрываю глаза так вот я хочу вам сказать когда человек с открытыми глазами читает мантру тонн эту мантру посвящает себе и так такая мантра будет работать на него то есть читают для себя мантру я должен сидеть с открытыми глазами А если я читаю мантру для людей, то я должен с закрытыми глазами ее читать, так, чтобы не забирать себе ничего. Таким образом, служение для другого человека или чтение мантры для другого человека с закрытыми глазами гораздо эффективный способ помочь людям, чем чтение мантры с открытыми глазами. Тем не менее, первый и второй способ оба хороши, но способ с закрытыми глазами для чтения для другого человека более хороший. Просите за кого-то, глаза закрывайте. Просите за себя, глаза открытыми держите. Нургуль Шукурова. Спасибо вам за шикарные скидки. Много чего приобрели. Пожалуйста. Скоро у нашей дочери намечается операция 7 декабря. Пожалуйста, пожелайте нам успешной операции. Пусть у вашей дочери все пройдет успешно. Правильно ли я выбрала мантру и махой мараасаец? Да. Чтобы читать, когда буду делать операции дочки, не переживайте, все пройдет предельно хорошо. Марина Жабен. Или Жабен. Андрей Андреевич, огромное спасибо за ваш труд. Ответы на вопросы вы всегда даете. И в каждом вебинаре, коль крутится вопрос, вы отвечаете всегда. Спасибо большое, пожалуйста. Юлия Глухманюк. Здравствуйте. Два года назад мама находила в конце своего огорода в деревне подкопанные в корень картошки гусиные яйца раза два. Отчим сильно пил после этого, а когда завязал и два месяца не пил, внезапно погиб. Моя тетя в том же селе нашла в своем огороде, где удобнее подлизать чужому человеку зарытое гусиное яйцо. И теперь переживает, как бы чего ни случилось. Думаем, в селе колдушка нехорошая есть. Что делать, если обнаружил такую находку? Как аннулировать зло, если это все-таки намеренно было сделано? Спасибо за ваш труд. Помочь вам несложно. Существует определенное слово, которое можно произнести 108 раз, и любое колдовство, которое находится от вас на расстоянии полкилометра в диаметре, будет аннулировано. Но это может быть аннулировано в случае, если человек не служит прямо темным силам, то есть не призывает астральных существ, определенных астральных существ. Но я не думаю, что все-таки такие люди бывают, то есть они считают себя дочерью антихриста, женой Бабы Яги или мужем Бабы Яги, не знаю вообще, что там с ними происходит. Их можно условно назвать людьми-колдунами. Вот таких колдунов, на них вернуть всю магию, которую они поставили, просто так нельзя. Потому что такое колдовство не им возвращается, а идет вначале в астральный мир, и после чего может вернуться и повлиять на вас с плохой стороны. Можно ли как-то это убрать? Мой ответ такой, да, если вы хотите когда-либо остановить влияние такого колдуна, то сделайте так. Если у вас частный дом, то вам необходимо взять нож какой-нибудь, нарисовать мелом треугольник, представить или сказать пусть колдун появится, и воткнуть этот нож прямо посредине, в средине этого треугольника, тогда любое, если это дома вы делаете, то можно внутри в квартире воткнуть нож в раму, так чтобы он стоял на протяжении или торчал из рамы вашей оконной на протяжении ну хотя бы полутора-двух месяцев. И только после этого можно магию возвращать. Каким образом ее возвращать? Запомните слово. В случае, если поставил обычный человек или обычный там кто-то пожелал, плюнул, махнул, я не знаю, там или магию навел, яйцо накатал, там шприцы подкинул, вольт произвел и так далее, убрать это можно, произнеся 108 раз определенные слога. Сегодня я хочу вас познакомить с этими слогами, они звучат так. Этот слог тидой дурак, необходимо сказать тидой дурак 108 раз. Таким образом, любая магия, наведенная на человека ранее, наведенная сейчас, будет полностью уничтожена и вся магия вернется к тому человеку, который на вас эту магию поставил. Будь то закопанные яйца или еще что-либо, таким образом это все устраняется, аннулируется и осознанно возвращается многократно умноженное тому человеку, который это все поставил. Поэтому, если вы в маленькой деревне или где-то в доме, потом можете смотреть, кто сломал ногу, у кого глаз выпал и там, кто перестал ходить на своих ногах. Ольга Коваленко, такие мы добрые. Ольга Коваленко, уважаемый Андрей Андреевич, слушала ваши вебинары, даже не нужно вам задавать вопросы. Отлично. Спасибо, дорогие мои. Вы сами ответ на все вопросы. Да. С большим уважением к вам ученица второй ступени Ольга. Жду вашего вебинара. Здоровья вам и вашей семье. Я передам, я каждое утро вот так вот, если не вижу жену, то целую ее на телефоне. Видите, вот здесь она изображена. А так вообще ее целую, когда просыпаюсь. Потом целую детей. Потом целую всех, кто с нами работает. И очень хорошо отношусь ко всем. Оксана Ефанова. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. Можно ли подарить метасоник своему сыну или он должен приобрести его сам, чтобы метасоник с ним работал? Посоветуйте, если можно метасоник лучше моему сыну. 10 или 12? 12 лучше, очень признательно. Пожалуйста. Можете сами купить и подарить. Все будет работать. Мама, сыну может дарить. Ирина Дорогина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы говорили, что когда просыпаешься утром, нужно сначала умыться. Да, в начале лицо, после чего руки. Или в начале руки, после чего лицо. Если вы считаете, что на вас кто-то влияет, нужно набрать в правую ладошку и вот так за спину брызнуть водичку, потом в левую и тоже назад. Если вы девочка и вечером приходите домой и долго гуляли в короткой юбке, то вас могли тоже сглазить, после чего на протяжении трех, шести или девяти месяцев такой сглаз может проявиться в виде сыпи на лице или на теле. Это сыпь от того, что вас сглазили. Убрать несложно. Перед тем, как утром пойдете на унитаз, необходимо потерпеть, подойти к водичке, набрать в правую ладонь и брызнуть на левую ногу, в левую ладонь, брызнуть на правую, после чего брызнуть через левое, через правое плечо, помыть вот так руки и умыть лицо. Таким образом будет все убрано. А у меня такой вопрос. Часто я посыпаюсь в 4-5 утра в туалет, потом иду досыпать. В какой момент умываться после первого или после второго? Если я иду в 4-5 утра в туалет, то это первые признаки, что что-то с организмом не так. Потому что человек ночью должен спать. И что же такое необходимо делать? Необходимо определить, может быть, меньше водички пить, или может не кушать на ночь, или может высокий инсулин, или может у вас там высокая глюкоза. Обратите на это внимание, потому что так происходить не должно. Человек должен засыпать в определенное время и просыпаться утром. Ночью он должен спать. Тем не менее, если там ночью хочется по-маленькому сходить, это может быть заболеваниями почек. Если по-большому, это может быть несварение желудка, или несварение, что-то с кишечником, дисбактериоз, допустим. И это все необходимо вот так устранять. Но, тем не менее, если вы ночью идете, и вам необходимо в туалет, то не нужно умываться. Умываться и вот так мыть лицо, руки необходимо перед тем, как вы выйдете в люди, выйдете в свет, выйдете куда-то. Вообще, что это такое? Это знаете, как очиститься, это как духовное очищение. Так же и с мантрами очень часто происходит, и с кодами. Вот для чего человеку читать мантры, или для чего человеку читать коды? Это знаете, как пообщаться с Богом. Это как чистить зубы. То есть человеку необходимо прийти в какую-то норму, в более, наверное, в одухотворенное состояние. Настроить себя на то, чтобы не быть вредным зверем, нервным там, или еще кем-то. Иногда это необходимо. Со временем, когда сознание и чувства привыкают к этому, надобность или потребность в том, чтобы заниматься ежедневно, отпадает. И просто живешь, естественно, как нормальный, абсолютно нормальный человек. То есть нет необходимости утром заниматься, читать коды и так далее. Основная медитация в такой момент, это медитация просто радуясь жизни, восхищаясь от того, что что-то прекрасное в жизни происходит и так далее. Юрий Булгак. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Познакомился с молодой женщиной, она мне нравится. До этого читал мантру, чтобы привлечь любовь. Но дело в том, что она сейчас как два месяца в запое. Пуф! Ну вы даете. Пуф! Ну вы даете. Из-за того, что бросил гражданский муж. К тому же она практикует черную магию общения с мертвыми. Как помочь и нужно ли с ней связывать свою жизнь. Я уже прохожу первую ступень 2015 года. Когда, допустим, когда, допустим, вот я решил, допустим, прийти в супермаркет. И мне говорят, сегодня акция, вы можете совершенно бесплатно выбрать для себя яблоки. И вот там в конце более дешевые яблоки, а здесь в начале более спелые яблоки. Я думаю, куплю-ка я себе более дешевых яблок. Они красивые. Подхожу к более дешевым яблокам, а они все гнилые. И я их набираю целую кучу и говорю, да я порежу их с разных сторон, а потом их поем. Так вот, если есть каждый день гнилую картошку, гнилые яблоки или орешки с молью, рано или поздно, скорее всего, чем-нибудь заболейте. Это проверено. Если каждый день есть мясо чуть-чуть пропавшее, обязательно заболейте. Доказательство. Новый год. На Новый год все люди и на второй, на третий день доедают пищу, которая не влазит в холодильник. После этого самое большое количество отравлений как раз и происходит после Нового года. Когда люди больше всего обращаются в гастроэнтерологические какие-нибудь клиники, потому что у них отравление. Почему? Потому что оно там бродит все, они принимают антисептик, после этого доедают там позавчерашнюю пищу, которая лежала на столе и целую ночь бродила или там на третий день, после чего становится плохо. И, конечно же, после новогодней семинары обычно по здоровью провожу, они называются «Как избавить себя от токсического отравления», что такое дисбактериоз и диспепсия и так далее. Я рассказываю, как справиться с бесконечной диареей и так далее. Ну что ж, вернемся к вашей теме. Что же вам делать? Мой вам совет. На свете существует огромное количество нормальных людей. Не спасайте человека, который выпивает и добровольно вышел на этот путь. У вас есть возможность связать свою жизнь с человеком, который сам счастлив, и рядом с ним вы будете счастливыми. Вы свежая душа. Не нужно вам исполумя давать. Ищите хорошие яблоки. Для хороших яблок мужчине необходимо только хороший внешний вид. Одевайте хорошую одежду, чистую одежду, следите за собой, будьте подстриженными, состригайте ногти, хорошо пахнете. Общайтесь с кем-нибудь, обязательно кому-нибудь назначайте встречи. Общайтесь в Вайбере, может быть, с кем-то. Найдите радостную, хорошую, интересную женщину, которая не занимается магией, которую не бросил муж из-за пьянства. Не нужно. Вы, Юрий, хороший человек. Пусть она достанется какому-нибудь другому человеку, больше достойного ее, чем вы. Саша Забияка. Добрый день. Возник такой вопрос. Все везде говорят пить больше воды. Но какую воду нужно пить? Если человек живет в городе, как можно хоть немножко улучшить водопроводную воду, или все же пить кипяченый. Считаю, что водопроводная вода, которая течет из наших кранов, в наших городах достаточно очищена для того, чтобы человек мог ее принимать в том неочищенном виде, в котором она течет. Я считаю, дело в том, что этим занимаются у нас водоочистительные станции в каждом из тех городов, где мы проживаем, и вся вода, которую получаем мы, она достаточно очищена для того, чтобы принимать ее в сыром виде. Чего я бы не рекомендовал делать в других странах, в отличие от постсоветских стран, где к этому относились очень серьезно. И за этим следит, как ни странно, санитарно-эпидемиологические контроли и так далее. Я бы все-таки рекомендовал, если вы боитесь пить воду, пить воду кипяченую. Периодически человеку необходимо пить минерализированные воды с высоким содержанием калия, натрия, если кожные заболевания, фосфора, если почечные, калия, если заболевания кишечника и легких, железосодержащую. В случае, если вы дома пьете воду и вам после воды плохо, или после воды у вас диарея, принимайте воду кипяченую. Это говорит о том, что воду необходимо отдать на то, чтобы провести исследование, определить, что же с этой водой не в порядке. Если бы вода была неочищенная, мы бы ее получали в неочищенном виде, то было бы очень много заболеваний. Они бы носили эпидемиологический характер. А наша вода чистая. По поводу большого количества воды я хочу вам сказать. Рассчитать воду, сколько человеку необходимо, можно по весу. Смотрите, в случае, если у вас 100 килограммов веса, то не вредящее здоровью потребление воды у вас будет 1 литр. В случае и больше, уже будет приносить вам неудобство, которое заключается в отечности. В случае, если у вас 60 килограммов, то максимально допустимая норма воды, которую вы можете пить в чистом виде, должна быть не больше 600 грамм. Так как в дальнейшем переизбыток такой воды может приводить и к отекам, и даже к отравлению воды, даже водой. И такое часто бывает. Когда говорят о том, что каждый человек должен пить 2,5 литра воды, я обычно смотрю, вот во мне сейчас 100 килограмм, а вот сейчас оператор сидит, у оператора... Сколько у тебя килограмм? Нет. А у оператора где-то 45, ну или 50. Если сравнивать меня, то тогда я могу литр свободно выпить, но она сможет пол-литра воды. Именно поэтому, в случае, если человек... А, если я буду литр, вместо него 2 принимать, то буду отекать. Поэтому, и еще, не нужно ни в коем случае принимать это как концептуал и пить очень долго, по многу. Если вы пьете долго, по многу, вам может стать легче, но не делайте это задачей номер один в своей жизни. В тибетской медицине, которую я когда-то изучал очень давно, там было сказано о том, что если человек хочет поправиться, то он должен принимать воду после приема пищи и во время приема пищи. Если человек хочет похудеть, то перед каждым приемом пищи он должен выпивать стакан прохладной воды. Также, чем холоднее вода, тем меньше пища усваивается. Именно эта идея и была принята компанией Coca-Cola в свое время как одной из успешных маркетинговых программ для того, чтобы давать Coca-Cola, которая, как известно, гораздо вкуснее в очень охлажденном виде. Именно поэтому советуют обычно принимать Coca-Cola в охлажденном виде. И в этом есть секрет. Если кушать много картошки и кушать много хот-догов, запивая это холодной водой, то усваиваемость этой пищи будет гораздо ниже, чем усваиваемость пищи, которую запьют чайком. Именно поэтому, если вы запиваете вкусный обед горячим чаем, знайте, ваш обед, скорее всего, усвоится быстрее. А если холодной Coca-Cola, то тогда усвоится медленнее. Вот такая вот интересная... Такой сегодня интересный какой-то вебинар получился. Ольга Васильева, скажите, пожалуйста, сейчас говорят о коридоре затмений. Можно ли в данный период выполнять денежные практики, читать коды заклинания или пока подождать? Можно уже читать коды и заклинания. В преддверии вот этого периода затмений, который начался 15 ноября, насколько я знаю, из лунного затмения и закончится 30 декабря солнечного затмения, солнечным затмением. Вот этот период, его необходимо воспринимать как перевернутую карту. Вот смотрите, следующий год, какой там у нас следующий год? Это у нас год железного быка 2021, наверное, да? Надо посмотреть, Женя. Ну ладно, скорее всего, 2021 год это год железного быка. И это год, который, по идее, должен приносить людям материальный рост, успех в финансах и так далее, там, как золотой телец. Но из-за того, что в преддверии наступления этого года идет плохая карта, то есть идет череда затмений, то год должен идти как перевернутый, то есть телец, стоящий вниз рогами и копытами вверх. О чем это говорит? Это не очень хороший год будет, потому что этот год будет связан с огненной энергией, с нервами, с какими-то запретами, с бесконечными санкциями. Вновь начнутся какие-то провокационные такие истории, они будут на территории России, на территории Российской Федерации, и в том числе и в Казахстане, и в том числе и в Украине и так далее. Ну и не очень он такой хороший, из-за затмений. Но пока было лунное затмение, не нужно было читать денежные мантры. А вот с этого момента, вот с начала прошлой недели, можно уже читать и можно не заморачиваться. Для всех нас, учеников школы Кайлас, а также народов Инды, чью медаль я ношу, здесь изображение нашего символа народ индов. И для нас этот год будет, как всегда, самый лучший, самый красивый, самый родной, замечательный, любимый, с самым высоким доходом и так далее. Почему? Потому что мы необычные люди, мы занимаемся эзотерикой. Елена Тупикова. У меня какая-то внутренняя борьба. Есть предложение переехать в новую квартиру, взяв ипотеку под мое имя. Дочка говорит, будет выплачивать. Спросила маятника, он ответил двоях, а переехать, а с выплатой проблемы. Не надо переезжать в этом году. Если вы созреете, то переезжайте аж в сентябре на следующий год. Потому что у дочери будут не очень хорошие изменения в жизни. Поэтому не торопитесь с этими ипотеками. Ильяна Гардер. Дорогой АА, дайте, пожалуйста, мантру для запуска ваджры письменно. Вы так быстро говорите в видео, когда покупаете ваджру. Спасибо. Мантра звучит так. Ом КТ Викате Роса Гроссомани Соха. Ом КТ Викате Роса Гроссомани Соха. Светок Кучер. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что вы думаете о филиппинских целителях, которые могут своими руками проникать в физическое тело человека и делать маленькие операции? Спасибо за ответ. Я никогда не встречал таких людей. ничего не могу сказать, не могу ни отрицать, ни каким-то образом развенчивать. Я с этим совершенно не знаком. Ну, я, наверное, с позиции тех знаний, которые у меня сейчас есть, наверное, не особо бы верил вот такой методике хиллеров на Филиппине. Ну, а там у каждого свое. Тамара Бондаренко. Андрей Андреевич, здрасте. У нас во дворе, везде, возле дома, посадка винограда. Защита в жару. Но под подвязка закопаны металлические трубы и проволока. Очень много. Влияет ли это на наше самочувствие? Как сделать, чтобы было хорошо? Много ржавчины. Много ржавчины влияет. Но ее же можно собирать и убирать. В случае, если много ржавчины, то она может проникать каким-то образом и напитывать сам плод винограда и так далее. Но не стоит этого бояться. В целом, виноград сам по себе является мощнейшим антиоксидантом. И виноградуется уксусный спирт, виноградный спирт, и кислоты там всевозможные, пировиноградная кислота. И вот эти вещества, они наоборот выводят тяжелые металлы из организма. Именно поэтому виноград необходимо принимать в виде изюма. Он имеет ряд вот таких уникальных свойств. В случае, если у человека даже там экзема или псориаз, можно виноградную синего цвета раскусывать, только более кислую смазывать. Такие места отлишая помогает с псориазом небольшого размера справиться и так далее. С бляшечками какими-нибудь маленькими, даже с родинками. Поэтому ничего в этом страшного нет. На вас это не влияет. Если вы кушаете виноград, не влияет. А если землю загрязняет, ну, можно, наверное, перекапывать или убирать. Александра Секорская. Спасибо за огромный труд, пожалуйста. А за все, что вы делаете для этого мира. Я и моя мама переболела ковидом. Сейчас лечим последствия этого заболевания тромботизации сосудов. Что вы можете посоветовать из ваших препаратов? Легкохода есть препарат, Рутин и Бактамакс. Применяйте все три препарата. По две таблетки три раза в день. Маме 52 года. Принимает препарат Ксалерта. Я дозу 20, а мама 10. Спасибо за ответ. Дело в том, что бесконечный прием препаратов антикоагулянтов, это не совсем безопасно. Не для взрослых, не для очень взрослых. И хотел бы посоветовать вам все-таки в дальнейшем не подсаживаться на препараты антикоагулянты. Их можно заменить в небольшой дозировке аспирином и медицинским препаратом Аскорутином. И можно принимать там полтаблетки аспирин. Лучшие, самые лучшие, это тот, который нерастворимый, а тот, который выглядит как советский аспирин. В таблеточках, вот полтаблетки или целую таблетку. И обычный дешевый препарат Аскорутин. Тоже по одной таблетке два раза в день. Саша Забияко, Екатерина Иванцева. Вот здесь можете задать вопрос, понял. Александр Страшко. Хотел спросить у вас. Есть предложение поехать на работу в Литву, но Польша не пустила транзитом, хотят применить метод дикобраза. Подскажите, пожалуйста, стоит ли пробовать еще раз? Нет, не пустят вас, к сожалению, Саш. Александр, поэтому не торопитесь. Вы пока еще аж до весны оставайтесь, где вы живете. Ольга Рудая. Поскажите, можно ли представлять золотые бублики на животе, если работает телевизор? Можно. Либо надо в тишине. В тишине будет лучше работать. То же самое и в отношении кастрюли с золотом в животе. Надо в уединении или в любой обстановке? В любой обстановке. Александра Сикорская. Я и мои дети решили продавать дом, так как они будут эмигрировать, а я пока останусь. Могу я удачно продать и купить домик для себя? В этом году нет, в следующем году аж к ноябрю или сентября. Нина Вальчинская. Большое спасибо за ваши знания, которые вы с нами делитесь. На прошлом вебинаре вы сказали, что оникс плохо иметь дома. Мы сделали из оникса камин, дорогой дизайнерский. Он не черный, оранжевый. Можно ли убрать негативное влияние? Нет, я не сказал оникс иметь плохо. Оникс иметь плохо дома в виде чаши и в виде шара. Во всех остальных вариациях хорошо. Единственное, что я бы вам все-таки посоветовал сделать, это измерить его радиационный фон. Так как очень часто, к моему сожалению, ониксофон немного завышен. Ну и в случае, если он завышен, сделать какие-то такие небольшие, может быть, свинцовые, положить пластиночки сверху на него, чтобы немножечко подавлять такую радиацию. Василий Ильичук, здравствуйте. Можно читать мантру с поднятием вверх руками с поклонами? Спасибо за ответ. Не только можно, а нужно. Очень часто у людей болят под лопатками, появляются под лопатками невралгии. Также болит там шейный отдел и так далее. Какое бы ущемление ни было, делайте или выполняйте вот такое упражнение. Делайте движения рук вверх. Вот такие движения, как будто вы окна моете. И если так делать на вдохе и выдохе и долго, то тогда пройдут вот такие боли. Также мантры или заклинания или коды читать лучше, поднимая руки вверх. Это действительно правда. Так они быстрее работают. Валентина Бенькова. Подскажите, пожалуйста, как помочь своей невестке забеременеть эзотерически? Могу ли я выполнять практики вместо нее? Можете. А они сыном ни во что не верят? Да, вам необходимо для этого приобрести семинар, который называется «Коды дуйко» и читать код для невестки. Тамара Маевская. Спасибо за труд. У меня в квартире появились мыши. Это не частный дом и не первый этаж. Я в недоумении. На приманку не идут. Купила шум защита от мышей. Включаю по много часов. Но проблема остается. Может ли еще какие-либо эзотерические методы избавления от мышей? Вся проблема и мышей, и кротов, и каких-либо вот таких вещей связана с энергетически загрязненным пространством и говорит о том, что у кого-то в семье появляется тоска внутренняя. Мой вам совет, для того, чтобы коды эзотерические, шумы эзотерические работали лучше, очистите пространство. Очистите пространство, где находитесь. Как найти элемент загрязнения? Можно ли использовать какие-либо эзотерические практики? Да, можно использовать ясновидение. Необходимо представить, будто всю вашу квартиру вы видите сейчас, как будто в ней выключен свет. И мысленно пройтись по всей квартире. Вот где будет светиться этот предмет, который светится, его необходимо либо энергетически очистить, либо выбросить. Потому что это будет энергетически загрязненный предмет, который необходимо убрать. В случае, если у вас есть возможности и есть дар вот такой, что вы можете это просматривать. Как можно очищать? Я об этом очень подробно рассказываю на первой ступени школы Кайлас, которую вы можете сейчас в данный момент и на следующий год проходить абсолютно бесплатно, используя YouTube канал или мой канал. Я рассказываю там об энергетическом очищении пространства, рассказываю, как сделать так, чтобы близкие обожали друг друга. Я много даю практик, связанные с энергией денег, объясняю, что это такое, как это привлечь в свою жизнь, что такое здоровье. Это все в старых первой и второй ступени, которые выложены бесплатно. Екатерина Иванцова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как можно раз и навсегда побороть акне на лице? Последняя надежда на вас. Спасибо за ответ. Уберите сладкое из рациона питания. Каждый день смазывайте лицо моей мазью, которая называется изотоновая. И на кончике ножа принимайте напополам смесь полыни с содой. На кончике ножа 3, можно даже 4 раза в день запивая этот порошок водой. Также, в случае, если это у вас клещ, то поможет мазь аверсектиновая, которая продается в ветеринарной аптеке. У меня есть еще один вопрос к вам. Как вы считаете, существовала ли раньше Атлантида? Не выдумки ли это? Атлантида существовала, но называлась она по-другому. А страна такая была. Андрей Андреевич, огромное спасибо. Пожалуйста, очень рада. Скажите, как эзотерически разобраться с ситуацией? Ой, как интересно. Около 8 лет назад стала поручителем по кредиту. Заемщик не платит, мои счета арестовали. Силу к заемщику не применяю, не беру грех на душу. Никогда не было должником, не беру самокредиты у людей. Тем более, все комп, платежи, время. А тут прямо испытание. Как поступить, подскажите, пожалуйста. А вы должны просто написать договор. Этот договор должника. Я это даю на своей второй обновленной ступени. Или даже первой обновленной ступени. Вы можете этим всем пользоваться. Используйте метод эзотерического договора. Я, к сожалению, сейчас данный вебинар, его транслирую в YouTube. А мне не хотелось бы делиться вот такими методами в YouTube. И давать их на общее распространение всем абсолютно людям. Я считаю, что этого делать не нужно. Не будем нарушать неисповедимые пути. Пусть все идет в гармоничной, правильной форме. Эзотерика не для всех. Бесплатная эзотерика для обычных людей. Платная эзотерика для избранных. Скажите себе, вы кем хотите себя ощущать? Избранным или обычным. Поэтому обычная магия для обычных людей. Это вот такие вебинары. Выполняю практики на замужество. Очень хочу свою семью. Но уже очень долго я одна. И вот есть внутренний напряг и тревога. Находятся иногда сомнения. Сложится хорошо. Как это убрать? Как вселить уверенность в себе? Оля Илюша. И Олюсья. Ольга Олюсья. Хочу вам дать совет. Совершенно недавно, буквально месяц назад, я записал новый семинар. Который называется «Быстрое замужество. Обновленный 2020 года». Я очень рекомендую использовать данный семинар для того, чтобы найти себе любимого мужчину. Он очень эффективно работает. Там есть прямо в этой группе обсуждение данного семинара. И там женщина пишет. Через 14 дней после покупки данного семинара сделали предложение. Очень много мужчин начали смотреть. Поняла, почему у меня возникали вот эти проблемы вообще. Поняла саму коммуникацию, что же вообще происходит. Поверьте мне, все очень-очень несложно. Просто объяснять это здесь я не хочу. А тревога этого не надо. Тревога возникает от того, что у человека опускаются руки. Потому что человек говорит, я уже не знаю, что мне нужно делать для того, чтобы изменить свою жизнь. Но это же буквально лежит на поверхности. В случае, если ты не знаешь, то тебе не хватает знаний. А если не хватает знаний, то это говорит о том, что все, что ты знаешь, тебе не подходит. Так как если бы то, что ты знала и то, что тебе советуют, подходило, то это бы произошло. А для того, поэтому вы и требуете совет. А для того, чтобы этот совет услышать, необходимо его дать. И этот совет, он не на 10 минут. Это целая идея, что же такое происходит и почему у женщины опускаются руки. И там я объясняю некой такой коммуникации и мотивации, даже эзотерика. В ходе того, чтобы объяснить мужчине и женщине, почему у них не получается найти быстро, особенно важно, любимого человека. Татьяна Полубо и Аринова, Полубо и Аринова, красивая фамилия. Я ученица двух бесплатных ступеней, у меня умер отец. Скажите, можно ли продолжать делать практики? Можно. Можно. Лучше месяц не делать, но можно, если вас это поддержит. Ритуальную защиту хотя бы. Елена Литвиненко. На первой обновленной ступени вы даете много кодов от зла в миру. Их нужно по 108 раз читать, и все читатели, которые почитаешь нужным. Можно все читать, которые почитаете нужным. По 108 раз их читать нужно только раз в год. Обычно необходимо использовать четки, у которых есть деление по 8 штук. Вот каждые 8 можно привязать ниточку. Один код прочитали 8 раз, перешли к другому 8 раз. И так вот со всеми. Это занимает немного времени. Очень рекомендую читать такие коды. Они очень изменяют жизнь, создавая условия хорошие. Создавая условия хорошей жизни. Человек как бы находит себя. Начинает выпутываться из тех, казалось бы, непреодолимых, и невыполнимых, и нерешаемых вопросов. Развязываются такие сложные жизненные ситуации и узлы. Это все за счет вот этой второй обновленной ступени и за счет вот таких кодов. Кристина Мавромади. Не безопасно ли сейчас путешествовать? Живем на Кипре. Очень хочется Новый год в Грецию на неделю. Спасибо большое за акцию. Приобрела первую ступень из Сангая. Из Кипра в Грецию можно. А вот поехать в Египет я бы не рекомендовал. Учитель, поздравьте меня. Позавчера стала полноценным членом РТЕ. Поздравляю. Ваш труд бесценен. Ваши препараты чудо. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо и вам. Сергей Цой. Что нужно делать? Заезжаешь в дом, который купил. Есть эзотерические практики, чтобы, живя в этом доме, все было хорошо. Да, нужно обожать всех. Это самая главная эзотерическая практика, которая создаст в доме радость. Купите обожаемый вместе предмет и поставьте его так, чтобы все его периодически видели. Чем больше вот таких артефактов, которые нравятся и мужчине, и женщине одновременно, вы заполните свою квартиру, тем лучше будет у вас судьба и жизнь в этом месте. Не покупайте отдельно вещи, особенно дорогие или особенно очень красивые. Или покупайте так, чтобы предварительно показать мужу и жене, пусть они нравятся одновременно. Это некие артефакты, которые в дальнейшем создают очень приятное и такое хорошее условие совместной жизни. Потому что душу радует. Но в целом самое важное жить с человеком, который не бесит, не раздражает, а который нравится. И находить в себе все-таки возможность не грустить, не отчаиваться, не опускать руки, стараться как-то внутренне находить возможность говорить себе, я радуюсь от того, что у меня еще есть жизнь, я радуюсь от того, что я проснулся. Я радуюсь туману, я радуюсь, что могу работать, я радуюсь еще чему-то. А если вы грустите много и очень сильно печальны, то есть совет. Вместо того, чтобы грустить, готовьте еду и смотрите сериалы. Правильно? А не убирает у человека нервные состояния. Ну такие, не печальные, смотрите. Галина Ванн, скажите, пожалуйста, шум для привлечения клиентов надо слушать только на рабочем месте, я работаю в салоне красоты. Или можно слушать дома? Можно слушать дома. Шум для привлечения клиентов работает через вас. Нинель Седдлер. Здравствуйте, вы говорили, что можно пить березовый деготь при вирусах, а можно пить для профилактики? Да, поскольку капель начинаем с одной на одну столовую ложку воды до десяти, потом в обратную сторону. Скажите, душа входит в человека в момент зачатия или сразу после рождения, или еще очень волнует вопрос. Здесь сразу же такой вот вариант или такой момент. С чего вы взяли, что она в нас все время находится? Наша душа, она не находится в нашем теле постоянно. Она очень быстро двигается вперед-назад, вперед-назад. Наша душа, она двигается, она постоянно в нас не находится. Это самая стабильная субстанция. Один удар сердца, душа вперед, другой удар сердца, душа назад. Тем самым наша душа постоянно двигается. А дух где находится? Наш дух в нашей голове. Еще волнует вопрос. Необъяснимый страх за родных это предчувствие? Нет, это панические атаки, вызванные в вашем случае отсутствием витаминов. Поэтому попейте витамины, не голодайте, спите один-два часа днем и вас отпустит. Как определяется длина жизни человека? Длина жизни человека определяется волнами времени. В случае, одна из особенностей людей, которые долго живут, это особенность в их позитивизме. Они стараются во всем плохом найти что-то хорошее. Злюки долго не живут. Вы обижаетесь? Знайте. Когда вы обижаетесь, вы стареете и быстрее умрете. Поэтому, если у вас есть свекруха, которая очень часто обижается, знайте. Ничего страшного. Она умрет раньше. Вот так жестоко и ужасно. Не нужно обижаться, берегите жизнь. Не нужно злиться, берегите жизнь. Иногда вы обижаетесь на какие-то совершенно ненужные, глупые вопросы. У меня когда-то была ситуация с близким человеком. Ну, допустим, с мамой. И маме кто-то не так сделал ремонт, и она очень обиделась. И после этого начала плакать, три дня плакала. И потом я говорю, ну и мы все переделали. Потом я говорю, мама, зачем тебе это нужно было? Ты же все это время портила себе судьбу ради тех людей, которые для тебя это сделали. Ты же им ничего сделать не смогла. Зачем же нужно было так страдать? Ведь когда мы страдаем, мы укорачиваем свои годы. И это происходит очень быстро. Что от того, что что-то произошло? Старайтесь говорить, да ничего страшного, впереди целая жизнь. Время расставит все на свои места. Зачем вы боитесь с этими страхами? Говорите, Бог меня создал, а мы виднее, когда я умру, когда я буду, когда я, когда наступит конец. Поэтому, что я буду бояться? Богу виднее, он меня создал. Вы же верите в Бога. Вот пусть он вам помогает. Я не ученица, но покупала СНГА. Иногда препараты очень хорошо помогают мне и детям. Но у меня ничего не получается, всегда помехи и разочарования. Почему, не знаю. Видите, я могу ответить. Дело в том, что вы даже задавая вопрос, не имеете конкретики. То есть, вы мне пишите, у меня ничего не получается. Ничего не получается в чем? То есть, у вас не получается готовить, или у вас портится белье, или у вас в чем не получается? Не получается зарабатывать, не получается чувствовать счастье. Какой вопрос? То есть, это говорит о чем? Это говорит о том, что вы не сосредоточены. И вам необходима эзотерика для того, чтобы начать сосредотачиваться. У многих людей в голове хаос. Он и в сердце, и в голове. Они не знают, ничего хотят, ни к чему стремиться, ни что будет завтра. А что будет завтра, может создать вера. Говорить себе, скоро будет лучше. А как из хаоса что-то извлечь можно? Никак. Если в хаосе много энергии, а вы являетесь источником хаоса. А что может привести к тому, чтобы у человека хаос закончился? Необходимо успокоить энергию. Правда. Если энергии много, ее необходимо успокоить. Как? Вы после просыпания не вставайте, а лежите еще час с закрытыми глазами, не шевелясь. Не хватайтесь за телефон. Пусть ваше сознание и ваши чувства успокоятся. Не надо никакие медитации там сидячие. Делайте медитацию после сна, она очень простая. Ложитесь в любую позу, шавасану или там лежа на боку, я не знаю там, как хотите. И не старайтесь быстро думать о чем-то. Не вскакивайте сразу. Это ваше культовое духовное время. Полежите, ничего не говорите, почешитесь, расслабьтесь. Пусть вас ничего не беспокоит. Не включайте сразу автоматную очередь своих мозгов. Пусть скажет, мне приятно, еще полежу. Ням-ням-ням, чу-чур-чур. Чтобы разочарования не было, проходите ступень. Ольга Блит. А можно ли читать мантры и коды, идя по улице? А можно ли, вот представляете, едет в автобусе человек, или там много людей, и эти люди, кто-то читает, кто-то еще, и человек стоит и там начинает произносить хим-пра, 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 или хим-пра, хим-пра, хим-пра. Но это некрасиво. Это неуважение к тем людям, которые рядом находятся, и вы можете создавать для них нехорошие вибрации. Кто-то испугается, кто-то скажет, что человек не в себе. Ну, давайте не будем будоражить людей. Идет человек вам навстречу, а вы идете с сумками и... Скажет, ага, она магичит. Давайте будем это делать дома. Зачем вам ходить по улице и читать коды? Вообще, я хочу вам дать совет. Пусть для вас эзотерика является такой некой системой, о которой не нужно трубить, о которой не нужно заявлять, о которой не нужно всем подряд рассказывать, о которой не нужно всем доказывать. Будьте пассивным эзотериком. Делайте так, чтобы особо никто не видел. Делайте так, чтобы там... Как правильный профессиональный эзотерик занимается? Зашла в туалет, все, вышла уже с ритуальной защитой. Пока никто не видит, села перед телевизором, он катает, надо что-нибудь в рот, с куском колбасы. Вы же целый день ничего не едите. А когда близкие уходят, нужно отрезать кусок колбасы, и они же голодают. И вы им эзотерически можете передать, чтобы они не голодали, съесть вместо них. Отрезали кусок колбасы, полный рот себе ею набили, и начинайте в хорошем настроении сжевать и читать мантру. Запечатали пространство, тихонечко что-то поделали и так далее. Не нужно? Пусть это будут тайнами. Ни один человек, который меня знает, никогда бы и не подумал, что я один из самых знаменитых эзотериков на постсоветском пространстве. Почему я таким себя считаю? В нашем направлении огромное количество последователей. Уже на сегодняшний день, я недавно смотрел видео свое в 2014 году или в 2012 году, и я там говорю, у меня много последователей за два года, почти 10 тысяч человек. Так вот я могу вам сказать, что у меня много последователей в 2020 году, нас больше миллиона человек. Нас очень много, нас очень много. Есть люди, которые просто слушают. Они слушают один раз, потом проходит время второй раз, потом проходит год, они меня находят и подписывают. А тех, которые имеют у себя семинары, их очень много. Спасибо, конечно, разным системам складчиков и так далее, там огромное количество людей смотрел. С тех пор, как... Я ваш учениц, самая проблема в отношениях с дочерью. С тех пор, как она сошлась с мужчиной, родила ему двух девочек, меня выгоняют. Если я к ним приезжаю, живем в разных городах, и старшую внучку настроили против меня. Не нужно заморачиваться. Я сегодня сказал очень хорошие слова. Время расставит все на свои места. Ну, если вас не принимают, то ради любви их можно оставить в покое. И тогда не едьте к ним. Поверьте мне, придет время, и мозги у них прояснятся, они все-таки будут к вам относиться лучше. Отпустите ситуацию. Иногда отпустить ситуацию, перешагните, перелетите ее. Иногда отпустить ситуацию, это самая лучшая возможность. Помогайте им финансово. Отправляйте им, несмотря ни на что, один раз в неделю или в месяц небольшую сумму денег, если у вас такая возможность есть. Нет возможности, ну, тогда желайте им счастья. Утром садитесь, говорите, пусть моему сыну везет жизнь. Пусть у него работа будет хорошая. Пусть невестке везет жизни. Пусть деткам, пусть никто из них не болеет. Пусть скоро у них будет любовь. Пусть они маму свою не забывают. Вот так делайте. А что вы можете сделать? А вы в бой настроили, надо побороть. Я всех настрою. А потом пишут мне, Дуйко какашка, я тебя ненавижу. Пишут, чтоб ты сдох, собака. А мне неприятно читать, я никому зла не желаю. Какая-то там, одна женщина написала, я буквально вчера, позавчера читал, одна написала мне, там, на сайте секты, она написала, вы что не знаете, Дуйко это секта, вот муж жил со мной, теперь наслушался, Дуйко бросил меня и пошел спасать человечество. Она ошибается. Он бросил ее, потому что мужчины уходят от женщины. Почему? Не знаю. У каждого свои завихрения. А повод? А вот струсил сказать, что она ему перестала, нравится. Струсил сказать, а повод может быть такой, а что Дуйко он лысый, ему все сойдет. Я из-за Дуйко все, я тебя бросаю за Дуйко, я пойду спасать человечество. Так Дуйко не рассказывает о спасении человечества. Почему? Дуйко ярко заявляется, ему вообще все равно. Пусть весь мир в труху, знаете, мне все равно. Мне все равно. Я в Адвайте, я в домике, я живу в своем мире, он у меня прекрасный. Я не стремлюсь к огромным деньгам, не стремлюсь к маленьким деньгам, вообще ни к чему не стремлюсь. Я стремлюсь обожать свою семью. Я там утром покушал, после этого погладил свою Соню, после этого за ручки походили, вот завтра поедем в магазин, там что-нибудь купим за ручки. Вот сколько лет живем уже, куча детей совместных, мы за ручки засыпаем, за ручки просыпаемся. Разве это не повод чувствовать себя счастливым человеком? Как по мне вообще самое большое счастье в жизни, это иметь близких, которых любишь. Там вышел в садочек, или там где-нибудь, да не знаю, там так много всего, книжки можно писать. Вот я сегодня целый день там что-то писал, и допишу, и у меня сегодня целый день такая идея, допишу и наверное сделаю, может, такой подарок. Попробую вам сказать, сейчас скажу, вот сделаю вам подарок на Новый год, опубликую там книжку бесплатно, потом заколебают, будут мне ночью писать, где книга? Ты шайтан, где книга? Я сказала. Срочно отдай книгу, творюка. Конец будет, потом попробуй не дай. Это же как я когда-то сказал, выложу вторую ступень, после этого писали. И что это было? А ну-ка бегом выложил вторую. Ужас какой. Вот люди. Зоя-Зоя, бывают же такие. Какое эзотерическое значение имеет затмение, коридор затмений? Ранее ответил. Подскажите, когда снятся умершие бабушки и дедушки, после чего часто болеют, или ссора в семье происходит, или детки болеют, это сон как предупреждение. Нет, это у вас настрой на то, чтобы видеть в этом предупреждение. Вообще, когда у вас частые ссоры, или частые болезни, это говорит о том, что пространство, в котором вы проживаете, энергетически загрязнено. Для того, чтобы этого не было, обязательно очищайте пространство. Маруша Мурусик, спасибо вам за ваш нелегкий труд, я ученица и член РТ. Расскажите про слог АХ в кодах, или что-то на него похожее. Что значит? Это слог восторг, дает человеку радость. Нам, то бишь нам. Вот смотрите, нам это значит мне, вам это значит вам. Правильно? Что между ними похоже? Вот нам это слог, привлекающий в жизнь. То есть, я буду смотреть на мир и говорить нам, 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 нам. Таким образом, буду из мира что-то привлекать. А второй слог, это слог АХ, это восхищение. То есть, если меня восхищает, то это, смотрите, отличающийся АХ слог от слога ОХ. АХ, то что восхищает, ОХ, то что разочаровывает. Правильно? То есть, если едет дорогая машина, я говорю, АХ, какая машина! АХ, какая, и не знаю, там еще кто-то, или что-то, собачка, или ОХ, какая бабушка, или ОХ, какая там, понимаете? То есть, если ОХ, то это не нам, а если АХ, то нам. Именно поэтому, один из таких слогов есть, допустим, в мантрах, часто встречающийся, это слог нам, АХ. Нам, то бишь, нам, восторг. Таким образом, намах, это я получаю восторг. Отчего? Пусть жизнь создает для меня восторг. Почему? Чтобы хоть на чуть-чуть стать более везучим, чтобы хоть на чуть-чуть стать более восторженным. Завтра, кстати, будет сангая, которое я проведу. Это сангая номер 62, да, Жень? Это сангая номер 65. И вот оно будет посвящено, как раз, накоплению и увеличению радости. И один из ключевых моментов будет практики работы со слогом АХ. Вот так будем делать. Вита Марьяш, что можно робить, чтобы видновить нюх и смак после ковида? Дякую. Нужно купить эмбрио спрей, он продается в моей компании в Украине. И брать им, и брызгать себе в левое и в правое ухо два раза в день, и точно так же в левую и в правую ноздрю. Четыре дня, и нюх и вкус восстановятся. Татьяна Щеглова. Здравствуйте. Если человек осознал, что на протяжении жизни зло, ой, ой, что он чудовище, ой, зачем вы так? Если человек осознал, что он чудовище, творил на протяжении жизни зло, был эгоистом, и очищает огромное чувство вины перед близкими, особенно перед собственным ребенком, кто же ему это? Вы разрушили человека. Это же как ему теперь жить? Это как Рубик-Рубик. Убрали середину, и все вокруг этого рассыпется. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс у такого человека выровнять судьбу, очистить карму ребенку, или свою искупить вину, получить право на новую счастливую жизнь, встать на путь духовного роста? Заранее огромное спасибо, спасибо вам за ответ. Да, да, осознание и неповторение ошибок и есть новый виток и новая жизнь для этого человека. Не нужно считать, что там карма, ребенок и так далее, все будет нормально. Поэтому, можно ли как-то ускорить этот процесс? Вот такой вопрос. Можно ускорить. Каким образом? Быть примером. Быть примером благочестия, быть примером проявленной доброты, быть примером восторженного счастья, быть примером радости, быть примером для того ребенка или для тех детей, которые живут, чтобы они брали пример. Ведь человек, или человек, он хороший или плохой не из-за того, что он хорошо или плохо с кем-то разговаривает. Я часто вижу хороших политиков, которые привели страну к тому, чтобы 2,5 доллара в день тратили люди на еду, знаете, которые умирают от голода, скорее всего, и не имеют возможности купить себе одежду. И они очень хорошо выступают, они хорошие люди, они добрые люди и так далее. Ну а почему же они такие хорошие? Дело в том, что есть еще один пункт, который делает человека хорошим. Этот пункт, на который очень часто люди не обращают внимания. Это поступки человека. Не то, что он изменился отлично, нужно теперь изменить поступки. Если поступки будут хорошими, значит человек изменился. Я знаю миллионы людей, которые каются там, мы грешные, прости господи, приходят домой и говорят, ты падла, чтоб ты сдохла, я тебя ненавижу, и там чтоб ты подавился вообще, я тебе всю жизнь растила, теперь ты не должен или должен, я тут за вас молюсь целый день, а вы вот такие сволочи и так далее. Я это вижу. Они каются и после этого поступками создают наоборот еще худшие условия для близких. Не нужно раскаиваться, не нужно говорить, не нужно убеждать, делайте поступки. Поступки есть то, что делает человека без слов, хорошим или плохим. А вот говорить, ой, я такой хороший, я такой хороший, я такой добрый, я такой... Потом детей обижать дома, бить их там, жену диспотировать там, с утра до ночи нервничать, орать вот так вот в лицо и плеваться на кого-то, издеваться, писать письма плохие, жаловаться, критиковать, выпускать пар свой постоянно где-то среди людей. Эти поступки, конечно же, недостойны. Мне нравятся очень верующие люди, очень часто даже, вот смотрите, верующие люди, допустим, какой-нибудь религии, там у них сказано о том, что верующий человек, это человек, который должен быть примером. Верующий человек, это тот, который не будет критиковать, не будет обижать и не будет ненавидеть. Даже на боль любую будет реагировать с позиции Адвайты. То есть, если ударили в одну, подставь другую. И так далее, знаете, то есть, кем был Иисус Христос, допустим? Иисус Христос был проявлением абсолютной доброты и добродетели к людям, абсолютного самопожертвования. О каком самопожертвовании могут говорить руководители религиозных, христианских течений, которые выступая, говорят о ненависти, о том, что необходимо, там, там, необходимо ругают людей, о том, что нетерпимость проявляют свою. Ну, что это такое? Такая религия должна сделать человеком образцом. Есть ли такие люди? Конечно, они есть, несомненно. Есть образцы религиозных воздвижников христианства. Есть обычные семьи, которые, допустим, прожили. Вот в Канаде есть семьи русских людей, которые во времена большевиков, когда большевики и меньшевики начали преследовать религию, они в эти времена эмигрировали в Канаду. И там, в Канаде, живут. Они до сих пор исповедуют свою религию, они примеры благочестия, верности, следуют своей религии. И вот пусть такая религия будет, она вот в таком виде прекрасная. Она в таком виде идеальная и прекрасная. Там видно радость, видно уважение, видно любовь, видно желание человека для многих что-либо создавать. Это прекрасно. Я видел таких людей в Египте, это люди, которые исповедуют исламы, которые в Турции видел таких людей, которые исповедуют исламы, которые просто показатели благочестия. То есть, они накормят людей, они помогают людям, они содержат там детские дома, они помогают там покупать препараты в больнице, они помогают и дают даже больше, если у кого-то там в семье или у кого-то там плохо, это директора или владельцы заводов. Хорошие люди. Ну, есть и всякое бывает а чё елена что в нас принимает решение мозг или сознание или они разделимы сознание и мозг между собой связаны но они могут быть отдельными друг от друга и мозг и сознание кто принимает решение очень часто чувства влияют и гормоны влияют на принятие решения так вот правильное решение это когда нет чувств и когда нет гормонов поэтому после постели любит он меня или нет не можете не отвечать или после того когда он говорит о тебя обожаю тебя обожаю займи мне денег я могу вам гарантировать что вы займете если мужчина переспал женщиной после этого гладил ее целую ночь утром сказал ты моя любовь и после этого она говорит о у меня есть небольшие сбережения 7000 долларов он ей говорит ой ты такая хорошая слушай у меня тут такая идея есть займи мне быстренько на один месяц 3000 долларов и вот она ему занимают деньги а он через месяц ей не отдает и с ней не встречается она говорит ну коляш когда же ты мне отдашь пусть меня все поле извинят или там костя когда ты мне отдашь деньги а он не берет трубку это печально конечно выглядит все но кто ее обманул ведь она знала что у кости этого нет денег ее обманула морковка и его теплые слова они растопили сердце и вот чувства возникшие нужно там кто нас воспитал так книжки знаете книжки нас так воспитали это неплохо пусть так будет который говорит глав главное прислушиваться к своему сердцу сердце больше всех обманывает уже знаете как ммм обманула всех причем там нужно было слушать свое сердце нужно прислушаться к интуиции к своему сердцу нет надо прислушаться к здравому рассудку и к маме почему с мамой не спали маме никто хорошие слова не говорил поэтому если мама рядом находится с вами то ей надо сказать костя хочет деньги занять мама можно скажу с ума сошла что ли и скажет костя больше к нам не приходи ты смотри какой конь еще не успел предложение сделать уже деньги выкачивает альфан сяка ну ладно продолжим наверное вы слышали о таком феномене как состояние зои до пятьдесят шестом году в самаре тогда куйбышевы вам рассказывала что мой дед служил тогда в конной милиции стоял в оцепенении дома где стояла зоя не допуская туда людей что это было правда это или искусственная фальсификация это искусственная фальсификация как могла девушка танцевать с николаем чудотворцем а поменеть вся система верования и очень часто связана с колоссальными элементами фальсификации таким образом власть имущие даже религиозно власть имущие стараются таким образом удержать во своем внимание большую паству для того чтобы в дальнейшем на этом зарабатывать ссоре что я это говорю конечно же сразу же кто-то скажет но они же не могут без денег жить ну да они не могут без денег жить но они же могут не так сильно кутить и быть более скромными согласитесь можно быть более скромными ведь в стране где бабушки получают 2 спал где бабушки тратят две с половиной долларов в день на еду строить такие возвоения стоимостью в миллионы долларов мне кажется это очень не этичные никак не экологично по отношению к людям может я что-то неправильно понимаю но все таки по поводу зои которая окаменела не могу сказать ничего понятия не имею не знаю окаменел возможно но я думаю что случае если человек окаменел то это потеря жизни и это не идет от добра бог создает людей для того чтобы они прожили и пожили радостно до старости вкушая плоды созданной его для них жизни в красоте и радости а в случае если человек жил был здоров радостен и после этого окаменел то наверно все таки это не очень конструктивные силы сделали забрать жизнь обычно говорят что забирают жизнь прекращая жизнь человека это нехорошо аня тут уж а тут уж то вы что тут у сосен куты в переводе с латыни это вечная жизнь тут у сосен куты она тут уж она вечная ухты ж хорошая заявка очень рада вам и вашей школе подскажите уже почти три года меня преследуют цифры 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 вы все перечислили 7 7 8 8 9 9 0 0 0 1 0 1 5 5 8 8 9 9 в забыли 44 44 77 77 73 23 23 77 32 23 55 56 и так далее что это такое это скорее всего предсказание вашей жизни как их можно воспринимать обучаю хотите вас научим случай если у вас идет 11 везде и или идут идут на часах 23 90 там 93 то и в цитам в плюсе это все единица допустим 10 получилось это в плюсе все единица то это говорит о том что есть внимание обратить на свое здоровье если двойка что-то добавится если тройка решится какой-то вопрос в бизнесе если четверка какие-то решения будут в семье хорошие если пятерка то это говорит о том что добавятся деньги если шестерка какой-нибудь может появиться скандальчик на который нужно обратить внимание семерка необходимо эгоизм свой немножечко принять потому что и не хвастаться иначе на вас обращают внимание восьмерка говорит о том что прибавится видимо у вас кто-то в семье позвонит кто-то письма получите девятка столкнетесь деспотом десятка это единица девятка это еще и может быть отдых то есть вам нужно расслабиться лечь принять ванну и не уставать со всеми обожаемого дуйко нужно начитывать защитную мантру нет не нужно татьяна пяткова подскажите приливки от к вид 19 прививки нужно делать или это просто прививки еще что-то другое я бы не рекомендовал делать прививки от к вид 19 но кто такой я я вас прошу делайте конечно если вы хотите вы что у меня сталкиваете лбом с целой системой то есть если я сейчас делайте обязательно что делать обязательно прямо идите сейчас делайте вы что еще не делали все должны сделать прививки завтрашнего дня идите все делайте я причем вообще прививкам есть целые системы это допустим там государственная система решила заработать деньги после этого наш не раздала эти прививки хочет их продать и после этого они выделили из бюджета и должны бюджет положить и тут находится дуйко который начинает трубить каждый не делайте не делайте не делайте он блогер его слушают тысячи людей эти люди не сделают а государство недополучит финансы тогда я перешел границы или перешел дорогу кому а вы меня компроментируете разве можно так поступать с человеком который хорошо относится к людям ай-яй-яй я приобрела семинар быстрое замульство когда мне сказали что я могу помочь своей младшей дочери найти единственно теперь у меня вопрос я могу его пройти для нее да я замужем давно было 37 лет вместе ли она сама должна пройти она может пройти тоже можете ей дать пусть проходит елена пицца ци я пока не разбираюсь во всем но стараюсь все делать правильно в вашей школе но пока не могу купить что-то в этом виновата сама вопрос у меня такой не сейчас делают химотерапию у меня в крови не смогу выздороветь если вы можете ответить хорошо если нет ничего я хочу чтобы вы знали очень помогли вы выздоровеете вы можете не сомневаться вы не умирать что делать чтобы ребенок ел и пил что нужно и полезно для них расскажите пожалуйста может практика не хочется ребенка заставить огромное спасибо возьмите обыкновенный возьмите обыкновенный гранат высыпьте из него семечки и зашут засушите кожуру сделайте из нее порошок заваривайте как чай одну чайную ложку на стакан воды горячий добавляйте мед поите ребенка после этого он съест у вас все что у вас есть в холодильнике потому что вот такие грейпфрутов и грейпфрутовые а гранатовые корки они очень эффективно влияют на увеличение огня пищеварительного тракта ребенок захочет и поправляться и есть и там такой голод аж будет жанр готовская когда я смотрю фильмы или вижу какие-то ситуации где люди плачут отчасти ли наоборот а наоборот скорее всего смеются и начинаются переживать тоже слезы выступают плохо ли это нет это у всех людей так если да как это сдерживать себе эти эмоции зачем фильмы и созданы для того чтобы ревели женщинам плакать нужно и мужчинам в общем то тоже почему это не напрасно почему дети много плачут почему потому что они очищают карму своего рода взрослые могут плакать почему они могут очищать карму рода если вам горько по праву по поводу того что ваш сын пьет или принимает наркотики всякие выплачьте его сложите ручки ручки так и думайте о нем и вот и плохо и у него не получается и наркотики принимают и плачьте если вы выплачете то бросит это одна из одна из систем она так работает здравствуйте что дает эзотерическое умение говорить наоборот что дает это талант ничего не дает ничего елена лисна на праздник хочется выпить шампанского также для удачи на будущий год хочется сделать какие-нибудь практики можно ли совместить или лучше не оказывается не надо надо конечно надо обязательно напиться дети мои о махом игры давайте я сейчас для вас тут мастер по салам бандара гуру подмазит тиху и подарить всем по 100 долларов и сказать плюсую к 100 долларам много денег много имущества и так далее таким образом сделайте вот такой обряд но как же без хорошего настроения зачем нужен алкоголь алкоголь полезен для хорошего настроения первый день но минус есть какой второй день второй день настроения не очень елена лисна на праздник хочется выпить шампанского правильно делайте раз она создана по можно его пить здравствуйте андрей андрей скажите если ребенку 10 здесь знаете такой тоже вопрос немножко с выворотом возможно вы сейчас задаете этот вопрос а дома муж вас закатировал и вы десять лет не пьете но слушайте дуйко а теперь мужу скажите мне между прочим дуйко сказал что можно выпить шампанского и у вас начинается а потом не может закончиться так вот можно выпить тем у кого продолжение отсутствует и нельзя пить тем у кого продолжение нет у кого продолжение вернее не заканчивается сейчас начнется а мне дуйко сказал ла 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 папара папа пара мария баша скажите пожалуйста если ребенку 10 лет у него аллергия на курицу и куриные яйца можем помочь эзотерически можно есть такой код у меня этот код вы можете найти называется коды лечения всех заболеваний также этот код есть вместе с визуализацией в семинаре который называется ментальные методы целительства там и коды еще и как представляете это эзотерические методы лечения человека там от 100 или 200 заболевать андрей андреевич имея симметрию носа можно убрать эзотерические нет а вот пластический да это на сегодняшний день очень несложная операция обычно стоит она где-то 2000 долларов если это операция которую вы собираетесь проводить где-то за границей то есть даже некоторые страны где оплачивается страховкой если хотите сделать дешево приезжайте в украину я дам вам врача он вам за 2000 сделает нос ровно мари митина у моей тетки нос тоже асимметричен всю жизнь до стрелых нет от мужиков отбоя не было не комплексуйте скажите себе что ваш носик это ваша изюминка у всех остальных нас одинаковые скучно и у вас особенный прекрасный бывает знаете это иногда невозможно убрать потому что для человека это может быть единственной преградой чтобы он почувствовал себя счастливым а если забрать у человека возможность преграду он перестает бороться и в случае если убрать то за что он борется то тогда жизнь интересная становится вот смотрите как у людей это выглядит я очень хочу дом почему же у меня дома нет потому что если тебе дом дать ты перестанешь работать ты перестанешь много читать ты перестанешь шевелиться а жизнь это движение почему мужа нет потому что если дать тебе может то ты перестанешь работать ты перестанешь чего-то добиваться ты станешь круглой большой тетей тюленям и будешь дома лежать пилить этого мужа и а сейчас ты хорошая женщина страдаешь только по поводу мужа а так будешь страдать по поводу вообще всего нету у нас есть задолбал не работает чавкает носки бросает дети не умываются в школу ходят а так мы уже нет нет проблем каждый день части все каждый день части есть к чему стремиться что у меня мужа нет зато ты хорошая много работаешь к чему-то стремимся ура дай тебе мужа станешь большой страшный а так ты прекрасная красивая женщина всегда с хорошим настроением так муж появился везде носки бросает везде там вредничает тебя бесит вас бесит каждый день после этого муж появился у вас постоянно такой собак то задолбал ты сколько можно не ну выше днем мечтали вот такие где-то здесь и собака зарылась как сказал пётр иванович гоголь и так же не анисимова сейчас начнут люди писать какой пётр иванович гоголь дуйко ты же с ума сошел пётр иванович суженко был как будто у дуйко тоже нету образования он нас вообще не образованный в школе не учился достоевского не пел шуберта не читал из классиков знает только хэви метал металлику и так же не анисимова дочь учится в девятом классе хочет после его окончания поступать в строительный техникум на архитектора в другой город очень переживаю правильное это решение она маленькая неправильное решение пускай она доучивается 10 классов или 11 сколько там сейчас неправильно не отпускайте ему во им мой вам совет пусть она меня ненавидит а вот если потом в институт то это заметно лучше гузель нигматулина скажите о выздоровлении человек от онкологического заболевания эзотерические что-то играет первую роль на что нужно акцентировать свое внимание в первую очередь ученица 2 обновленной ступени на желание выздороветь это на первое место необходимо ставить второе необходимо перестать произносить некоторые слова это слово я я умная знаю я могу и так далее третье лечиться современной терапии или получать современную терапию это шанс что человек может спастись не принимая современную терапию шансы исчезают ни одного выздоровевшего нет который бы использовал исключительно эзотерические методы и смог бы вылечиться почему эзотерика работает медленно а болезнь развивается быстро поэтому болезнь это огонь она быстро развивается и человек может за несколько месяцев уже умереть поэтому если вы хотите выздороветь то без стратегии современных видов лечения вылечиться невозможно проходите облучение химиотерапию проходите гормональную терапию одним словом пусть врач назначает можно ли внутренне как-то что-то изменить никак не обижайтесь потому что очень часто это запутанные узлы вот человек говорит у меня вот у человека может быть запутанный узел у меня любит или не любит узел человек говорит так не идти или не идти узел так почему у меня получается или не получится узел эти узлы они энергетически сплетаются в один в этом месте как бы паттерн появляется что в свою очередь дальнейшем приводит появлению узла вот такого в теле который является онкологической опухоли я ваша ученица подскажите у сына нефролитаз и диффузные изменения поджелудочной железы признаки денегративно-дистрофических процессов шоп виде нарушениях так у нас по эзотерике же валентина бондаренко задавайте свои вопросы во вторник я обязательно вам ответь не получится устроиться на работу читаю мантры собеседование прохожу обещают перезвонить но никто не перезванивает сама звоню обещаю только и на этом результата нет никакого наталья ростова попытайтесь найти другую работу потому что человек говорит я вот у меня была женщина она говорит я хочу работать руководителем компании у меня 10 лет 10 лет стажа руководителя я подписывала договоры работала с банками и так далее я хочу шесть семь тысяч долларов вот два года проходит ну что ты устроилась на работу нет мне не берут в чем дело что мне делать надо спилить мушку надо поставить свой потолок ниже вот смотрите я не могу устроиться на такую работу потолок ниже я не могу устроиться ниже потолок я могу устроиться вот на такую я знаю очень много людей у которых есть высшее образование 10 лет руководителем которые работают сейчас и смотрят за детьми за престарелыми людьми и возят на такси людей и так далее почему такая жизнь такая жизнь можно ли это как-то поменять можно поменять но не отказывайтесь от простой работы тогда найдете хорошую возможно то работа которую вы хотите она требует сейчас других подходов или специалиста или такие специалисты в большом количестве уже имеются поэтому вам либо обучиться дополнительной какой-нибудь специальности возможно нужно либо посмотреть где бы вы были еще полезными лилия ярулина подскажите как эзотерически помочь моей бабушке который 100 лет у нее сильно упал гемоглобин 53 сейчас сильно одышкой температура вся семья болеет простудой сегодня приготовила для бабушки яблоко с иголками для понятия гемоглобина включая шум от вируса из препаратов т.ф. выписал гимонем заказ не пришел как можно еще помочь бабушки препарат медицинский называется тотема 1 ампула один раз в день также пусть бабушка трет очень часто вот так по кругу руки стоя вертикально вот как я показываю по стене вот так ладошками это стимулирует одновременно вот эти вот места вот эти вот места и вот это место если одновременно вот так эти места стимулировать особенно если кровь отходит они приходят то есть не по столу а по стене то это очень хорошо работает для поднятия гемоглобина и стимуляции гомеостаза в ходе формирование гомеопаэза клетки крови гомеопаэза ольга королева королева прошу вашего совета сын с инвалидностью лежачий 8 лет какой талисман можно приобрести в помощи михаил не может понять как управлять своим телом да видно по нему с уважением ваша ученица ольга ему необходим талисман номер семь вот его необходимой метасоники есть такое выражение в сторону женщине сзади пионерка то есть фигура красивая на лицо пенсионерка как помочь себе выглядит соответственно с фигурой крема маски использую хочется выглядеть безупречно возраст берет свое долгое время использую мантру полнолуния анчандраяна мах спасибо вам большое низкий поклон вам за то что вы для нас делаете как бы человек не убегал от возраста избавиться от него невозможно что может разгладить человеку лицо и если такие методы которые могут разгладить есть такие методы первый метод необходимо обязательно набрать вес чем худее человек тем взрослее его лицо второе необходимости леру стимулировать мышечные ткани для этого необходимо зарядка дальше не а массажеры то сделать какие-то гимнастические упражнения чтобы мышцы на щеках были у вас напряжены или делать какие-то элементы напряжения дальше из продуктов питания как можно больше кислой и кислосоленой пищи обязательно еду начинайте с кислого огурца кислого помидора кислой капусты вот так обязательно много ешьте там моцареллы творога вот такой вот кислой пищи она очень улучшает человеку внешний вид есть калиновые маски они высветляют кожу и делают ее подтягивая ее из народных таких рецептов очень помогает говорят так очень помогает корень белой акации если взять корень белой акации высушить вы стругать из него древесину и измельчить ее и пить из нее чая делать примочки из этого чая на лицо то вот такая древесина очень восстанавливает омолаживает кожу и омолаживает убираю человека годы которые внешне очень сказываются на лице также еще один нюанс лицо человека который становится старше очень похоже на лицо плачущего человека почему так бог пошутил он делает человека старым и ставит отпечаток горестных событий его прожитой жизни ну и конечно же одна из идей таких она заключается вот в чем если человек не горюет не вспоминает прошлого а каждый день старается как можно больше хохотать и радоваться то у него может появиться совершенно другое лицо доказательства это не мои слова это слова которые свою очередь когда-то говорил девраха баба а это человек который прожил 250 лет узнайте о нем в интернете это не обман расскажите камень опал можно носить опал можно носить опал опал увеличивает энергию насколько я помню сатурна и луны и если одевать на себя опал зеленого цвета того человека привлекает жизнь и материальное благополучие семью а если черного то отталкивает тех кто хочет семью разрушить поэтому и черный зеленый опал очень хорошо носить опал элемент делающий человека не ветреним а сосредоточенным очень подходит молодым женщинам я сейчас пожалуйста сейчас беременна попала в тяжелую ситуацию очень вас прошу скажите пожалуйста с малышом во мне все в порядке у меня родится здоровый малыш с вами мило панферова все хорошо малыш родится здоровым махните на него рукой не бросит ваш этот бородатый хмырь муж что бишь будет он с вами жить все в порядке он вас просто просто это беспокоит не обращайте внимание скажите для себя для меня ребенок мой самое важное не верьте никому по сейчас все начнут горит чем-то этот ребенок не соглашайтесь пусть живет этот ребенок он будет очень хорошим человеком вы им будете всю жизнь восхищаться здравствуйте учителя прохожу вторую обновленную ступень очень интересно будет ли у вас 7 вина семинар символ плюс коды так и же вроде у нас же есть такой семинар энджи паланчик спасибо большое за семинар христианская магия смотрела и слезы шли сами собой потом спокойствие и чувство сердечного спокойствия спасибо вебинар очень интересные познавательные спасибо за подарки коды обнимаю обожаю всю семью спасибо очень приятно закончила все шесть обновленных ступеней пишет алена салай каждый день выполняю все практики ступени ого сказать что жизнь восприятия всего окружающего изменилось это ничего не сказать спасибо вам огромное за знание у меня вопрос когда вы планируете проводить седьмую ступень и когда начнется отбор учеников и собеседование для участия в седьмой ступени спасибо за ваши знания энергию и здоровья всем вашей семье на следующий год в первой половине года я проведу седьмую ступень на восьмую ступень потому что у нас будет еще и восьмая ступень я буду проводить отбор наталья лаврентьева я получаю удовольствие от своей работы от своего хобби от школы единственное что меня омрачает отношения родителей хоть по крови родные всю жизнь для них как пачерица устала от игры в одни ворота бесполезно стучаться в закрытые двери просто сделала вывод не буду жить для себя и ради одной ну вот доживите а угождать в ответ получать оплеухи это на мазохизм похоже поправьте меня если они про вас вами ученица первой ступени ваша проблема в том что вы обижаетесь когда вы перестанете обижаться они перестанут над вами издеваться вам нужно убрать только эту черту они лишь отражение вашего внутреннего духовного мира а как перестать обижаться 4 5 6 ступень после шестой человек не умеет обижаться если все делает как я рассказываю дочери 15 лет со вчерашнего дня температура периодически падает температура кашель нос давно нужно и давать антибиотик какой лучше лучше аугментин 1 таблетка пол таблетки два раза в день аугментин одна тысяча андрей андреевич я боюсь крыс до ужаса помогите они мне везде кажутся если завтра придете на сангая то я проведу обряд который уберет у вас панические атаки и страхи социофобии и каких-нибудь там крыс мышей муравьев и так далее будете целоваться с ним с ними вам будет все равно все на этом будем заканчивать так много вопросов получилось последний вопрос екатерина ефремова месяц я жила как на пороховой бочке не могла решить проблему обращалась к вам за помощью мысленно и получал ответ что нужно работать над собой и делать практики но из-за высокой нагрузки на работе и нервного перенапряжения мало времени уделяла уже сил совсем было мало последний момент собралась сделала практику на свече сжигания проблемы 40 минут и уже через один день все начала работать мою пользу проблема разрешилась самым наилучшим образом сил нет но я счастлива это благодаря вам так и есть эзотерика решает проблемы если использовать системы которые я даю в своих ступенях своей школы также вам в помощь мои семинары и мои вебинары которые я публикую постоянно последний наверное вопрос андрей андреевич почему ваш канал в ю тубе монетизируется и можно ли монетизацию убрать ответ есть такой смотрите случае если я буду давать эзотерические практики просто так то платой за них может быть что-то чего я пожелаю у вас отнять правильно то есть обычно если я даю что-то просто так то взамен я забираю то что захочу если человек это принимает именно поэтому ей монетизирую канал для чего вы смотрите рекламу моими должниками не являетесь конец это по-честному по-честному я об этом говорю все время не нужно делать из меня монстра не это неудобство это для вашей же нужды потому что если это монетизируется то я то вы за это платите а если я даю это бесплатно то я имею право забрать то что мне понравится а это уже не честно вот так не напрасно существует хорошая пословица которая звучит как бесплатный сыр только в верховной ради украины товарищи ну что с вами был андрей дыко я очень рад за ваше присутствие здесь у нас есть еще вебинарная комната светлана являюсь вашей ученицей смогу купить себе жилье в испании нет очень интересно вебинар спасибо ю галина юркова 4 раз задавала вопрос оплатила ответ не получила получая деньги принадлежащие мне получите не всю сумму прошла 6 обновленной ступени на днях на руках умер кот теперь я год в отдыхе от практик метасоник носить нет почему год можно если бы близкий умер тогда месяц хотя бы не делайте практику а умер кот это не страшно посвятите это чему-нибудь смогу вернуться с украины в крым сможете а кто вам мешает едьте и живите удивительно как вы точно определяете именно ту проблему который беспокоит настоящий волшебник можно ли этот ритуал для защиты от чужой магии использовать для снятия чарльз магазина можно с вами был дуйко не забудьте после окончания данного вебинара оставить свои комментарии youtube на сегодняшний день индексирует видео только по комментариям никаких лайков никаких подписок этого ничего уже не нужно оставляйте комментарии значит это видео будет нужно большому количеству людей считайте это для себя расчетом за те знания которые я даю обязательно ставьте свои комментарии под данным видео обязательно подписывайтесь на канал чтобы быть всегда в центре всех вебинаров моей школы также обязательно распространяйте данное видео возможно те ответы которые даю на эти вопросы будут полезны еще кому-то это кому-либо понадобится вообще в жизни надеюсь вам было интересно еще раз пусть у всех будет счастья и до завтрашнего семинара снг до свидания